Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. В Чувашии появятся кафе и рестораны с так называемыми бесковидными зонами. С 1 июля в заведение будут пускать только тех, кто предъявит сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест. Екатерина Шиверова одной из последних выпила чашку кофе по старинке. В Чувашии ужесточают противоэпидемиологические меры. Ситуация, согласно прогнозам, будет только ухудшаться. Ежедневно растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки диагноз подтвердили у 55 человек. Пятеро в списке умерших. Спасение от смертельной заразы одно – вакцинация. Мы уже вакцинированы, я лично за. Я за вакцинацию, потому что я хочу чувствовать себя в безопасности в любом месте, скажем так. Хочу, чтобы я не представил для кого угрозу, и чтобы угроза не исходила от кого-то ко мне. Лично я вакцинировалась добровольно, потому что не хочу подвергать своих близких опасности. Мало ли где могу подхватить инфекцию. У меня мама старенькая, у меня дети, у меня внуки. Насчет безопасности я, конечно, согласен, но методы уж слишком драконовские. Очень странная ситуация с тем, что люди не хотят вакцинироваться. Антипрививочников все меньше. Те, кто еще несколько недель назад был категорически против прививки, все-таки переходят на сторону здравого смысла и медицины 21 века. Я пока нейтральное положение, так сказать, занимаю. То есть я не тороплюсь, так как мне не надо. Когда надо будет, я сделаю. Ну, конечно, против. Против. И не хотели бы вакцинироваться, потому что мы не знаем, как это на нашем здоровье отразится. Мы лучше дома будем сидеть, чем будем вакцинироваться. Специалисты настаивают. Необходимо наращивать темпы вакцинации и усилить контроль за соблюдением так надоевшего масочно-перчатного режима. Минздрав переходит в режим повышенной готовности. Уже с 1 июля, чтобы просто попить чашечку кофе, нужно будет предъявить вот такой кулар-код. Получить его можно на сайте государственных услуг после прохождения вакцинации. Предъявить его можно, не опасаясь, что ваши персональные данные будут раскрыты. В Роспотребнадзоре настаивают. Необходимо запретить работу кафе и ресторанов с часу ночи до 6 утра. При этом доставлять еду на дом никто не запрещает. По-прежнему можно купить обед или ужин, что называется, с собой. Как и перекусить в придорожном кафе или на фудкорте в торговом центре. Рестораторы снова готовятся подсчитывать убытки. Даже придумали, как победить ковид и не погубить бизнес. Это были предложения и о том, чтобы упростить открытие летних веранд. Мы понимаем, что летние веранды – это более безопасное местонахождение для абсолютно всех. Это и возможность сделать доставку более доступной. На примере республики Татарстан там есть субсидия для кафе, которая помогает им компенсировать эти расходы на доставку. Владельц кафе признается, что идея по организации работы общепитого второй волны эпидемии смертельного вируса пока остается только идеями. И соглашается, что ни при каких условиях нельзя человеческие жизни поменять на чашку даже самого вкусного кофе. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.